Хакерские атаки, можно сказать, уже повседневность в наше время, и мошенники идут на самые разные ухищрения, чтобы получить желаемое. В этом видео я расскажу, как это делается, насколько изощренные схемы используют хакеры и как не попасться на их удочку. А если попался, то как вернуть украденное? Хакеров условно можно объединить в систему пяти уровней, где на пятом находятся монстры своего дела. А мы начнем с первого. Первый уровень – физлица. По сути дела, любой человек в наше время сталкивался с такими хакерскими атаками. Как сообщение друзей в соцсетях «переведи срочно денег», «СМС на телефон» «мама, я попал в сложную ситуацию», звонки с левых номеров, где представляются сотрудниками банка и просят номер карты. А не так давно, помните, была такая штука, когда заходишь на сайт или скачиваешь какое-нибудь приложение, и тебе выскакивает баннер «ваш компьютер заблокирован», чтобы его разблокировать «переведите нам такую-то сумму». И пусть подобные случаи сейчас встречаются реже, но до сих пор существуют, хотя в настоящее время у мамкиных хакеров больше преобладают другие методы. Из новых можно назвать такие, как перенаправление на левые сайты, что-то вроде того, когда посмотрел товар, захотел купить, а мошенник оставил ссылку на левый сайт, где из тебя просто спишут деньги и никакого товара ты не получишь. В среднем на подобных схемах в день зарабатывают около 5-50 тысяч рублей. Бывают больше и меньше, все зависит от таланта мошенника. В 95% случаев киберпреступлений мошенники пользуются так называемой социальной инженерией. Они давят на эмоции, родственные и дружеские связи. Как обезопасить себя от таких мошенников? На самом деле это быть внимательнее, проверять, от кого на самом деле приходят просьбы перевести денег, не поддаваться эмоциям, если на рабочую почту приходит письмо с призывом срочно что-то сделать, иначе уволят. Стараться не скачивать непроверенные файлы, не заходить на незнакомые непроверенные сайты. В общем, быть внимательней. Ну и пара советов тебе, чтобы твоя система не пропускала большую часть хакерских атак. Во-первых, следи за обновлениями. Если, например, ты за компом используешь Windows 7 или еще хуже XP, то срочно обновляйся на десятку. Если у тебя Android ниже 9 и больше не обновляется, продавай его и покупай новое и тому подобное со всеми устройствами. Так как большинство мамкиных хакеров используют старые методы, с которыми сама система уже научилась бороться. Тебе главное просто следовать ей. А то вон один такой взломал телефон и украл 24 миллиона с криптовалют у одного бизнесмена в прошлом году. А ведь по сути парень просто не обновлял операционку. Ходил со старым телефоном и хранил криптоключи в телефонных заметках. И как какой-то школьник смог спокойно залезть и забрать все, что плохо лежит. Так что подумай, стоит ли рисковать, ведь твой пароль от Сбербанк Онлайн далеко не самая надежная защита. Уровень 2. Фрилансеры и пей-бизнесмены. Уже более прошаренные ребята обманывают рыбу покрупнее. Средний заработок таких хакеров в день от 20 до 70 тысяч рублей. Но надо понимать, что они могут и по 2-3 недели ничего не зарабатывать, а потом за день срубить миллион. Разберем примерную схему работы таких хакеров. Предположим, хакер нацелился на какого-нибудь фрилансера, и чтобы получить доступ к его данным, ему достаточно представиться заказчикам, отправить подобие тестового задания с вшитым трояном. Это может быть вордовский файл или видео, или даже просто картинка. После того, как жертва откроет этот файл, контроль над устройством уже будет у мошенника. А там те, кто поглупее, грабят самого фрилансера, те, кто поумнее смотрят на активность, сколько клиентов, какие суммы заказов, и через устройства фрилансеров получают доступ к устройствам заказчиков этого же самого фрилансера. И уже у них разживаются. То же самое происходит с ипшниками и бизнесменами. Если это ип, то посылают предложение о сотрудничестве в организацию, и так пробираются в систему. А там можно и черную бухгалтерию открыть и шантажировать. Если же бизнесмен, то можно через личные данные добраться до его доходов и тому подобное. За примерами далеко ходить не нужно. На том же самом ютубе это очень частая картина, когда угоняют каналы. Приходит предложение блогеру прорекламировать какой-то продукт, он радостно открывает письмо, и все, его пока под контролем. Заходят на канал, все удаляют и ставят рекламу какого-нибудь казино или еще чего похуже. Таким образом, за три дня около миллиона полутора рублей можно заработать. Естественно, при достаточном количестве подписчиков и активной аудитории. Уровень 3. Юридические лица. ООО, ОАО, ЗАО. У юрлиц система дистанционного банковского обслуживания. Там крутятся большие суммы. В среднем за один взлом получается вывести около пяти миллионов рублей. Они в основном также работают через почту, только немного по-другому. Можно работать через нормального директора или бухгалтера, или даже секретаршу. Примерно это происходит так. Высылается письмо, немедленно оплатите налог, или срочно нужно сделать документы. Бухгалтер в панике открывает письмо, скачивает файлы и все, ПК заражен. Или взламывают ресурс, в который входят различные представители компаний, бухгалтеры, топ-менеджеры. Это может быть сайт, где такие люди оставляют свои данные, например, банковские сайты, налоговая инспекция и тому подобное. Хакеры узнают данные уже через клиент-банк, грубо говоря, через переводы, выводят нужные суммы. Но так как клиент-банк работает через пароль, который знает только владелец и сам банк, что-то наподобие приложения банка на смартфоне, то злоумышленники подключают удаленный доступ к устройству. Когда жертва вводит свой пароль, вписывает сумму для перевода, хакеры подменяют реквизиты перевода через удаленный доступ. Это можно делать как вручную, так и через специальные программы. Так, например, надо заплатить налог какому-нибудь ООО. Все об этом знают, и директор, и бухгалтер, и банк. Отчет составлен, деньги наготове, и в момент отправления реквизиты меняются, а деньги уходят хакерам. Именно хакерам. Редко, когда подобные вещи проворачивает один человек, обычно это группа лиц. Сейчас с этим бороться стало проще, так как плюс-минус схему эту поменять сложно. А когда уже все известно, банки подготовлены и сотрудники внимательнее предупредить угрозу намного легче. Четвертый уровень. Банки. Ограбить банк вообще непросто, а сделать это по сети еще сложнее. Поэтому тут все как в настоящем ограблении, которое показывают в фильмах. Есть целая команда, которая работает на протяжении длительного времени, чтобы ограбить банк. Что касается сумм, у банков на корреспондентском счету могут быть и сотни, и миллиарды рублей. И все их могут украсть. Обычно после такого банк закрывается, так как не может оплатить лицензию. Способов хакнуть банк не так много. Из самых известных выделяются три. Первый — это заражение банкоматской сети. То есть человек подходит к банкомату, у банкомата гаснет экран, и он выплевывает все деньги. Хакер же в это время сидит за компом и делает так, чтобы банкомат плевался деньгами. В одном банкомате максимальная загрузка — 8 миллионов, а в банках обычно стоят по 5-6 банкоматов. А если объехать несколько банков, то наберется немаленькая сумма. Такие хищения обычно происходят почти во всех филиалах банка по всей стране. Из-за этого и привлекают много народа. Второй способ выглядит сложнее, но мы попробуем разобрать попроще. Значит, у каждого банка есть свой клиент-банк. Он называется автоматизированное рабочее место банка России — амбар. Это своего рода специальный банк, который находится между всеми банками и Центральным банком России. Через него отчитываются о всех переводах и тому подобное. Так вот, на этом амбаре подменяются все реквизиты на все транзакции. Проще говоря, определенное время все переводы уходят хакерам. За один день может быть украдено в сумме более миллиарда рублей переводов. Но надо понимать, что все деньги снимаются с корреспондентского счета банка, а не со счетов людей. Третий способ — вытаскивать деньги с разрешения банка. То есть хакеры проникают в систему и на любую карту банка повышают лимит кредита до максимума. Даже можно сказать запредельного уровня, после чего деньги снимаются. Естественно, карта оформлена по левым данным и паспортам. Для всех этих способов необходимо проникнуть в систему банка. Тут работает все точно так же. Присылают письмо, в котором файл с вирусом, после чего блочат комп, админы пытаются починить его удаленно, из-за чего хакеры получают доступ к ПК админов. И так потихонечку поглощают всю систему. Весь процесс может занимать несколько месяцев, то есть заражение может произойти в январе, а сама хак-атака в августе. Уровень 5. Секретные материалы. Здесь воруют не деньги, а информацию со всяких секретных объектов, военных, корпоративных объектов и так далее. Это так называемые бандитские хакеры. Работают они по тем же самым схемам, что и с банками. В общем, старайтесь проверять все, что к вам приходит на почту и то, что собираетесь качать. Как видите, это может быть опасно. А если вас уже обманули, вы кому-то перевели деньги или их кто-то украл, то вернуть пропажу и наказать обидчика возможно, хоть это и непросто. Первым делом вы идете в банк, объясняете ситуацию, вас отфутболивают и говорят «извини, друг, ты сам дурак и ничем тебе не можем помочь». После этого вы идете в полицию, пишете заявление и просите сделать запрос в банк. В полиции вам должны дать выписку о том, что дело заведено. С этой выпиской вы идете в банк и вот тогда вам компенсируют потерю от мошенников. Но это работает только если сумма небольшая. Если же вы потеряли много денег во время хакерской атаки, то у вас только один путь – обращаться к группе Айби. Это ребята, которые занимаются расследованием таких преступлений. Не забудьте подписаться и поставить лайк. А на этом все. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!